Бежевая форма, красные береты. Юноши и девушки в такой форме уже не вызывают удивления на городских мероприятиях. За полтора года Всероссийское движение ЮНАРМИ объединило в Сочи 800 молодых горячих сердец. Отряды, созданные в 37 школах курорта и четырех среднеспециальных учебных заведениях. К сожалению, в 90-е годы утеряно было военно-патриотическое воспитание. И теперь мы вынуждены через детей воспитывать их родителей, которые росли в 90-е годы. И вот теперь дети воспитывают родители, приводят их на мероприятия. У детей востребованность. В ЮНАРМИ никто не пришел силой воли. Все идут добровольно. Руководители штаба ЮНАРМИ в числе тех, кто получил благодарность из рук главы города. В этом зале и те, кто не имеет регалий чинов. Вдова-героя СССР Фаина Малышева после смерти мужа продолжила его работу. И сегодня она активный участник уроков мужества в школах. Вы знаете, я обращаюсь к молодежи. Дорогие ребята, вы последние, поколения, которые может видеть участников живьем, участникам Великой Отечественной войны. Вы потом будете рассказывать своим детям, внукам. Да, я видел, я общался, я сидел. Пожалуйста, не пропустите это. Из рук главы города ветераны, ведущие патриотическую работу, получили знак признания и почет сочинцев. Есть такая специальность, есть такая профессия – защищать свой народ. Вы достойные представители этой профессии. Мы преклоняемся перед теми, кто честно и преданно служит Родине. Родине. Дорогие ветераны, вы совершили в годы Великой Отечественной войны ратный подвиг, послевоенное время трудовой подвиг. Но самое главное, вы вместе со всеми вот сидящими в этом зале совершили в 90-е, начале 2000-х годов и сейчас – это нравственный подвиг. Это о том, что снова мы говорим и гордимся нашей страной. Мы не боимся произносить слова «патриотизм». Мы не боимся говорить, что мы любим нашу Россию, Родину. Результат военно-патриотических месячников, да и вообще огромной работы на этом поприще, заметен и социологам. На собрании озвучили итоги недавнего всероссийского соцопроса. Больше 70% жителей России хотели бы видеть своих родных военными.